Всем привет друзья! С вами как всегда Андрей. Добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня вас ждет Маск, который назвал сроки высадки человека на Марсе. Анонсированный электромобиль, который не нуждается в зарядке от сети. На дорогах Китая появились полностью беспилотные автомобили. Уничтожитель Тесла. Представлен новый Ford Mustang Mach-E мощностью 1400 лошадиных сил. Российский разработчик летающих автомобилей привлек новый раунд инвестиций. Самый большой в мире беспилотник займется доставкой спутников на земную орбиту. Набор Envo превратит любой велосипед в электрический снегокат. На эти темы мы сегодня поговорим в нашем выпуске. Обязательно подписываемся на канал, друзья. Усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Беспилотная миссия SpaceX отправится на Марс в течение двух лет. Человек впервые может вступить на его поверхность через четыре года. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет. Об этом бизнесмен заявил, выступая на церемонии вручения премии немецкой медиакомпании Excel Springen. С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет, если нам повезет, то может и через четыре года. Также Илон Маск добавил, что отправка беспилотной миссии SpaceX на Марс планируется в течение двух лет. В середине июня стало известно, что компания планирует построить плавучий космодром на берегу Мексиканского залива в Техасе. Оттуда, по словам Маска, должны запускаться сверхтяжелые ракеты для полетов на Луну и Марс, а также для гиперзвуковых полетов на Земле. Стартапом Аптера был анонсирован электромобиль, который не нуждается в зарядке от сети. У машины всего три колеса, а питается она с помощью солнечной энергии. Всего в электрокар можно вместить двух пассажиров с домашним животным. Отмечается, что электромобиль в максимальной комплектации при полностью заряженном аккумуляторе обеспечит поездку длиной в 1600 километров. Крыша новинки по всему периметру оборудована солнечными батареями, способными за день зарядить аккумулятор приблизительно на 70 километров пробега. В базовой комплектации предусмотрена батарея емкостью 25 киловатт-часов, то есть рассчитанная на 400 километров. Что касается мощности двигателя, он составляет 134 лошадиных силы, за счет чего Аптера может разгоняться за 5,5 секунд до 100 километров в час. Помимо прочего, есть модели на 40 и 60 киловатт-часов, запас хода которых составляет 640 и 960 километров соответственно. Минимальная стоимость электрокара 25 900 долларов, тогда как максимальная 46 тысяч долларов. Уже сейчас на машину можно оформить предзаказ, тогда как первые поставки запланированы на следующий год. Компания AutoX первой запустила на дорогах общего пользования Китая тестирование полностью беспилотных автомобилей без водителя в салоне и удаленного оператора. Тестирование проходит в центре Шэньчжэня и в нем принимает участие 25 автомобилей. Обычно разработчики беспилотных автомобилей тестируют их в несколько этапов. Сначала первичные прототипы ездят по полигону, затем после обкатки их выпускают на слабо загруженные дороги общего пользования с одним или двумя инженерами. После долгого тестирования и исправления ошибок машины оставляют без людей в салоне, но под присмотром удаленного оператора, который может либо напрямую перехватить управление, либо показать путь или разрешить проехать там, где это запрещено правилами. По поводу конечного этапа развития беспилотников у разработчиков есть разногласия. Некоторые считают, что уже сравнительно скоро машины будут ездить полностью самостоятельно, справляясь с абсолютно любыми ситуациями. Другие же считают, что пятый, самый высокий уровень автономности вряд ли достижим и беспилотным автомобилям, по крайней мере в ближайшие десятилетия, понадобятся удаленные операторы, способные подсказать выход из нестандартной ситуации. Китайская компания AutoX стала первой в Китае, кто выпустил на дороге общего пользования беспилотные автомобили без людей в салоне и при этом же сразу отказались от удаленных операторов. В тестировании используется 25 гибридных минивэнов Chrysler Pacifica, оборудованных лидерами, радарами и камерами, а также имеющих высокоточную 3D-карту местности, по которой они ездят. Эту же модель из-за возможности электронного управления всеми основными узлами и удобства подключения компьютеров и датчиков используют другие разработчики. Все уже давно приняли считать Тесла законодательницей мод в электромобильной индустрии, но это справедливо лишь отчасти. Детище Илона Маска действительно едва ли не полностью подмяло под себя электрический масс-маркет, но вот нишевые модели у других производителей выходят даже получше. Пример тому Ford Mustang Mach-E. 7 электромоторов и мощность 1400 л.с. для многих уже этого будет достаточно, чтобы понять, насколько бескомпромиссной получилась модель. В аналоге можно привести разве что Bugatti Chiron. Солд с кульным 16-цилиндровым двигателем внутреннего сгорания объемом 8 литров. Но гиперкар Bugatti это беспощадный уничтожитель озонового слоя земли и страшный кошмар гринписовца. А вот Mustang Mach-E при той же разрывной мощности уже продукт современных зеленых технологий. Достойный пример для подражания другим производителям. Обычный человек, наверное, с трудом представляет, куда в автомобиле можно запихнуть 7 двигателей, но инженеры Ford очевидно знали, что делали. Компоновка получилась очень интересной. Три двигателя соединены с передним дифференциалом, четыре размещены сзади. Соединяются они при помощи карданного вала. Сделано это для того, чтобы можно было максимально регулировать параметры автомобиля и в особенности тягу. Например, отключив условный передний привод, можно превратить Mustang Mach-E в очень злую дрифт-машину. Ни о какой более-менее нормальной автономности в случае Ford Mustang Mach-E речи не идет. Электромобиль получил аккумулятор емкостью 56,8 кВт-часов, которого вряд ли хватит больше, чем на десяток кругов по какому-нибудь автодрому. Впрочем, при торможениях аккумулятор подзаряжается за счет рекуперации. Также электромобиль получил тормоза Brembo от гоночного Mustang GT4. Для дрифта предусмотрен гидравлический ручной тормоз. Стоимость Ford Mustang Mach-E пока не названа и вряд ли будет. Он, скорее всего, так и останется автомобилем для демонстрации возможностей, но никак не серийной моделью. Публичный дебют новинки ожидается на гонке NASCAR. Компания Hover, бренд Hover SUV, разработчик автономных летающих транспортных средств, получил новый раунд финансирования. Суммы сделки стороны не называют, однако сообщают, что покупка доли прошла по оценке стоимости компании в 30 миллионов долларов. Инвестор принял решение о покупке доли в рамках перехода Hover к заключительной фазе испытаний авиационных электродвигателей, использующих эффект Venturi. Интернациональной команде инженеров удалось создать и защитить патентами функциональный прототип двигателя, который безопаснее, компактнее и тише воздушных винтов. Так как одной из проблем в применении беспилотной авиации в качестве такси или грузовых дронов являются открытые винты. Они попросту опасны. Российские инженеры сделали революционный беспилотник, у которых нет винтов. Принцип работы напоминает работу электрических импеллеров, эффективность которых повышена за счет забора в рабочую струю атмосферного воздуха не только перед рабочим колесом импеллера, но и вокруг двигателя. Воздух вовлекается внутрь за счет эффекта Venturi через заборники оригинальной конфигурации и задействуется в создании тяги. Успешное внедрение таких агрегатов приблизит появление в городах безопасных летающих машин и автономных грузовых дронов без открытых пропеллеров, а также повлияет на эволюцию в малой авиации. Постепенно традиционный вывод спутников на орбиту с помощью ракеты-носителя теряет свою монополию. Яркий пример нового подхода – самый большой в мире беспилотник RAUN-X, разработанный в компании EVUM специально для вывода на околоземную орбиту небольших спутников. Как Rocket Lab, SpaceX и Virgin Orbit, EVUM предлагает многоразовую систему запуска для доставки грузов на орбиту. Беспилотник RAUN-X способен взлетать и садиться в автономном режиме, а для его обслуживания достаточно ангара площадью всего 743 квадратных метра. Длина дрона 24 метра, высота 5,5 метров, размах крыльев 18 метров. При этом его двигатели используют обычный авиационный керосин. По словам разработчиков, RAUN-X нечувствителен к капризам погоды и другим экстремальным условиям. Не менее важно, что 70% бортовых систем дрона многоразовые. Он способен выводить на орбиту спутники каждые 3 часа, что делает его чрезвычайно конкурентоспособным. На рынке уже существуют наборы для превращения обычных велосипедов в электробайки и педальные снегокаты. Комплект Electric Snow Bike Kit идет дальше и предлагает объединить два этих маневра. Набор выпускается компанией Envo и предназначен для использования с обычными горными велосипедами. Главным элементом набора является миниатюрный трак, который ставится на место заднего колеса велосипеда. В нем используется кевларо-резиновое гусеничное полотно, которое приводится в движение 1200-ваттным мотором в верхней части. В нижней части он проходит через ряд полиэтиленовых роликов. Цепь велосипеда передает усилие от ног наездника на звезду, установленную сбоку от мотора, а литий-ионная батарея на 48 вольт обеспечивает систему энергии. Установленный на шатун датчик засекает, когда велосипедист крутит педали и подает команду мотору подключиться к процессу. При желании мотор можно включить и без педальной тяги. Для этого на руле смонтирован простой переключатель. Там же располагается LCD-панель, которая отображает выбранный режим движения, текущую скорость и заряд батареи. Весь набор в целом позволяет велоснегокату развивать скорость до 18 км в час и обеспечивает пробег до 10 км на одной зарядке. Батарея полностью заряжается за 8 часов. Надо заметить, что для установки комплекта потребуется отрегулировать цепь велосипеда и снять задний переключатель. В этом нет ничего сложного, но не каждый сможет сделать это сам. Точнее поставить потом все это на место. Набор Electric Snow Buy Kit стоит почтенные 2150 долларов, но в него не входит батарея, которая обойдется еще в 670 баксов. На этом я буду заканчивать, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков ему, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий интересный выпуск. А также, друзья, я бы хотел вас попросить поделиться этим каналом. И совместными усилиями с вами мы пробьем отметку в 10 тысяч подписчиков до нового года. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Под выпуском вы найдете ссылки на все наши полезные ресурсы. Ну а я буду с вами прощаться. И еще раз огромное спасибо за просмотр. Я желаю вам отличного настроения. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok